В Кинишме проходит межрегиональный форум на тему культуры и правосознания, объекта культурного наследия. Впервые в Ивановской области организовано столь масштабное мероприятие, цель которого не просто обсудить самые насущные проблемы в сфере градостроительства и реставрации, но и найти пути выхода. В том числе на форуме планируют обсудить изменения в законодательстве, которые непосредственно касаются всего реставрационного сообщества. Перед Новым годом, в ноябре 2014 года, вышел 315 закон, который вносит поправки в закон 73. И там очень много уточнений связано с охраной памятников, с организацией охраны памятников, с проведением экспертизы. И вот эту тему тоже будет беседа, где эксперты попробуют осветить все эти изменения, как они повлияют на работу. Кроме сложности в трактовке новых законов, реставраторов тревожат некоторые пробелы в нормативно-правовой базе. Еще одна из проблем – безнаказанный снос памятников архитектуры в исторической части населенных пунктов. Это происходит не только в Иванове, но и в других городах. Специалисты из Костромской области приехали на форум, чтобы попытаться найти выход из подобной ситуации. В центральной части города вместо реставрации, то есть под названием реставрации, происходит просто реальный снос объекта и возведение из новых материалов. К ответственности лица, насколько мне известно, не привлекаются и ничего не происходит. Все волнение народное, оно как бы замыкается в городе Кострома и все. У нас есть уже, у нас все есть органы надзора, правильно, официальные, то есть государственные. И как бы они должны контролировать эту ситуацию и привлекать ответственности того, кто нарушил. Но почему-то это не делается. Перечитать вопросы, затронутые на форуме, можно бесконечно. Это и региональные расценки на реставрацию, подготовка квалифицированных специалистов редких профессий. Проблемы, связанные с подменой понятий реставрации и реконструкции. Пожалуй, никогда прежде специалисты не обсуждали так откровенно наболевшие проблемы в регионах. Впервые такого масштаба форум проходит в Ивановской области. Это очень здорово, потому что есть возможность собраться коллегам из регионов и обсудить проблемы, которые наболели, накипели, можно так сказать. Все-таки регионы это немножко своеобразный подход. Не как в Москве или не как в Питере, потому что это свое государство в государстве. У нас в регионах чуть другие проблемы. Они, может быть, где-то болезненнее, где-то мягче, но вот этот форум дает нам возможность обсудить, выработать какие-то подходы и как-то совместно справляться с трудностями, которые возникают на нашем пути. В Ивановской области за последние годы в сфере охраны и восстановления памятников сделано немало. Именно поэтому наш регион стал площадкой для обмена опытом представителей реставрационного сообщества. Но вместе с тем остается и много нерешенных проблем. Средственную реставрацию объектов культурного наследия регулярно не хватает. Однако в этом году из федерального бюджета в область поступит почти 100 миллионов рублей. Мы сейчас заканчиваем те объекты, которые начали. Это храм в Плесе, это Шуйская колокольня, это наша деревянная церковь в Иванове. И я думаю, что мы начнем реставрацию уникальных мерных весов в Шуе. Усадьба «Студенные ключи» в Заволжском районе – первый и пока единственный на территории нашего региона объект культурного наследия, где реставрация ведется на основе государственного частного партнерства. Правительство региона всячески содействует процессу восстановления памятника, а инвесторы вкладывают немалые средства. В 2016 году основная часть работы будет завершена. И второй форум культуры и правосознания пройдет уже в восстановленной усадьбе «Студенные ключи». Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Кинишма.